всех приветствую друзья меня зовут игорь иландской и мы в сервисе volvo star и мы начинаем и мы начинаем сегодня на примере моего автомобиля volvo s80 мы посмотрим с каким мотором их можно брать в какой комплектации они есть и вообще что это за автомобиль и так volvo s80 все знают что это классический седан класса d выпускается с 2006 года по 2014 2014 она снята с производства на ее место пришел новый седан volvo s90 силовые агрегаты самое большое распространение в россии получил силовой агрегат это рядная волевская пятерка 2 и 5 турбированный мотор сначала он был 200 лошадей потом 231 в конце он был 249 лошадиных сил изменения по технической конструкции практически минимальные в основном все дело в программном обеспечении сегодня мы находим сервисе volvo star и мотор горячий сейчас посмотрим как она будет влиять на мое лицо мотор 2 и 5 хороший надежный агрегат переваривает практически все виды топлива даже 80 бензин сюда лили и она ехала до налоговой 200 лошадей 230 на даже 249 укладываются в налог до 250 лошадиных сил в данном автомобиле у нас 2 и 5 turbo 200 лошадей и налог всего лишь 9000 рублей в год этот мотор также очень хорошо подвергается чиповки то есть программному увеличению мощности что сделано данном автомобиле то есть изначально было 200 лошадей и 300 ньютон-метров сейчас после установки программного обеспечения от компании bsr стала 245 лошадиных сил и 380 ньютон-метров чип тюнинг придал автомобилю больше динамики то есть она намного активнее стартует также это больше заметно на больших скоростях то есть выше 100 километров в час когда идешь на обгон по трассе машине стало много легче но не обольщайтесь этот автомобиль только с передним приводом не полный привод динамика как на полном приводе вы к сожалению не получите если у вас не сухой асфальт а например дождь или снег или слякоть или тем более лед то автомобиль сразу шлифует и никуда не едет мотор очень хороший и надежный это доказано миллионами километров которые проехали пользователи на этих автомобилях конечно же некоторые вещи выходят из строя например как и на всех бензиновых моторах вентиляция картера которая требует обслуживания где-то раз в сто сто двадцать тысяч километров комплект грм также меняется ли раз в пять лет или сто двадцать тысяч километров что наступит раньше но конечно же самое главное в принципе это обслуживает мотор то есть менять масло раз в девять десять тысяч километров и не будет никаких проблем немножко пробежимся по ценам стандартное плановое техническое обслуживание то есть масло в мотор 6 литров и четыре фильтра стоит 13 половин тысяч рублей у нас есть дешевле есть дороже комплект грм а вместе с заменой с приводным ремнем тянет порядка 18 20 тысяч рублей в зависимости от комплектующих то есть оригинальные или аналоги замена комплекта грм с приводным ремнем на бензиновом агрегате потребует замены раз в пять лет или в сто двадцать тысяч километров что наступит у вас раньше ведь некоторые ездят немного но автомобиль при этом по большей части стоит а так как приводной ремень и ремень грм это все-таки резина она имеет свойство рассыхаться и растрескиваться обрыв но никому не нужен замена комплекта грм вместе с роликами плюс приводной ремень генератора с натяжным роликами ремень кондиционера выйдет в 20 тысяч рублей согласитесь что раз в пять лет или за пробег 120 тысяч километров это довольно незначительная сумма для вложений в такого класса автомобиль следующий силовой агрегат это мотор т6 это уже шестицилиндровый будет мотор фордовский битурбо твинскрольная турбина изначально этот силовой агрегат был 286 лошадиных сил начиная с 2010 модель на года это 304 лошадиные силы моторы в принципе тоже мало чем отличаются по факту все дело в программном обеспечении данный силовой агрегат идет уже 6 6 ступенчатой коробкой передач также как и 2 и 5 turbo в принципе с 80 уже все комплектовали 6 ступенчатой коробкой передач только т6 уже идет варианте с полным приводом по поводу т6 мотора одна из самых основных проблем выходит из того что мотор большой подкапотное пространство маленькое там очень жарко соответственно проводка со временем то есть пробегом где-то 120 тысяч километров плюс начинает просто в гофре рассыпаться машина начинает глючить много всяких электрических ошибок решается все либо переделкой проводки то есть в новую гофру перепрокладки либо заменой моторного жгута также вентиляция картерных газов запивается где-то раз 100-120 тысяч километров рекомендую менять этот агрегат в сборе стоит этот агрегат 9000 рублей от лэндровера от volvo стоит 12 половиной тысячи рублей на т6 моторе располагается сверху мотора меняется мотор едет дальше но и также не забывайте обслуживать менять масло каждые 9-10 тысяч километров и так как силовой агрегат с литерой т6 идет уже с полным приводом не забывайте что к вашему обслуживанию добавится еще передний редуктор то есть угловая передача задний редуктор муфта haldex с маслом с фильтром с насосом кардан и плюс еще два приводных вала на задней оси этот мотор будет обслуживать чуть дороже потому что в нем больше масла нежели в моторе t5 на нем на одну свечу больше на одну катушку больше ну и конечно же полный привод но разница в обслуживании по сравнению с т5 не очень значительная будущие владельцы с 80 с агрегатом т6 не бойтесь рассыхание проводки ведь переделать ее под капотом стоит порядка 25 30 тысяч рублей замена моторного жгута выйдет порядка 150 тысяч рублей я думаю это незначительное вложение для автомобиля такого класса и с пробегом 1150 плюс думаю что стоит бояться налога который составляет 45 тысяч рублей в год следующий на очереди мотор 32 на нем заострять внимание я думаю нету смысла потому что это тоже самый мотор что это 63 литра 6 цилиндров также цепной привод только без турбины вложений также как для t6 единственное что машина ездит немножечко с меньшей динамикой я бы сказал этот агрегат я бы вообще не советовал брать на с 80 потому что она конечно довольно интересно рычит но при этом автомобиль не едет и не хватает динамики и конечно же 32 укладывается в налог то есть сначала они были 238 лошадиных сил после десятого года 243 лошадиные силы как раз до налоговой мощности ну и конечно же мой любимый yamaha v8 44 315 лошадиных сил на полном приводе этот автомобиль дает вам исключительные эмоции вы радуетесь каждый раз когда нажимаете на педаль газа но эта радость сопровожается с тем что автомобиль потребляет при нажатии газа в пол довольно немало топлива в этом агрегате 8 свечей зажигания и это накладывает некие отпечатки на обслуживание этого автомобиля так как в 8 располагается под капотом на volvo поперечно то голову которая ближе к вам обслужить намного легче то есть поменять свечи катушки зажигания а вот к задней головке доступ усложнен это мягко сказано в с 80 место под капотом меньше не так как в x90 чтобы поменять задний ряд свечей или катушки зажигания или например переклеить клапанную крышку требуется наровка во-первых во вторых очень гибких рук механика а желательно маленькие как у лилипут паспарту привет 44 маховский мотор обслуживать конечно не только неудобно но и довольно накладно приводной ремень например с роликом там ставится только в оригинале все прокладки клапанных крышек и тому подобное что туда вглубь уходит тоже все только в оригинале для понимания натяжной ролик приводного ремня стоит 12700 рублей также сюда накладывают свой отпечаток неудобное место расположения стартера генератора компрессора кондиционера все это стоит очень неудобно и доставать например генератор с задней части мотора это очень трудоемкая работа и требует снятия подрамника а это вы как знаете связано с дальнейшим сход развалом и возможностью обрыва всех крепежей которые которым крепится подрамник непосредственно к машине и все болты которые крепят например этот же генератор к мотору взял бы я себе мотор в 8 наверное нет я бы скорее взял себе т6 потому что во первых турбированная тяга это намного интереснее когда раскручивается турбина идет подхват который несравним даже с в 8 это первое второе на т6 больше аналогов запасных частей нежели на в 8 соответственно его обслуживание будет дешевле и это факт также т6 мотор можно чипануть и добавка лошадиных сил и крутящего момента на турбированный мотор будет значительнее и намного существеннее нежели просто на атмосферный мотор разница в динамике у агрегата т6 и у мотора в 8 yamaha почти нету если посмотреть по паспорту автомобиля например на автору то вы увидите что разница разгона до 100 километров в час всего лишь 0,3 секунды также очень редко но все-таки появляются на второе объявление про с 80 силовым агрегатом 16 турбодизель на механике с передним приводом 2 литра турбодизель также на механике или на автомате 2 литра с коробкой мпс-6 фордовский мотор всем известный но все эти агрегаты в основном шли на европу эти автомобили пригнаны оттуда эти автомобили здесь просто единицы и встретить их вживую но не представляется возможным я по крайней мере видел только на автору ну и конечно же для с 80 существует вариация 2 и 4 турбодизель рядная пятерка на полном приводе этот автомобиль очень интересен однозначно он экономичный работает тарахтит как трактор в принципе динамики у него хватает обслуживать его конечно же я бы сказал в удовольствие машина не требует каких-то больших энергозатрат и трудоемкости его обслуживания при этом этих автомобилей тоже очень мало они шли на россию но их заказывали буквально единицы то есть если одну на 100 купят это уже хорошо поэтому вот на вторую сейчас висит 1 но они в основном в бедной комплектации то есть у них нету ксенона они будут с галогенными фарами салон будет у них не кожаный а например на обычной тряпке очень интересные сочетания шли именно на европу которые в россии не получили распространение подводя итоги по моторам от себя я бы рекомендовал либо силовой агрегат 2 и 5 турбированный на переднем приводе если хочется уже конечно динамики это агрегат т6 то есть 3 литра 286 или 304 лошадиные силы в зависимости от года выпуска 32 в этом моторе я не вижу не видел и не вижу смысла кроме как полный привод это раз ямаховский мотор к сожалению уже после налоговый налог 45000 плюс плюс это пожиратель топлива и это факт подвеска на с 80 спереди установлен всем известный макферсон то есть это амортизатор плюс рычаг сзади установлена многорычажная подвеска задняя подвеска полноприводная переднеприводная практически идентичны есть небольшое отличие в рычагах и соленблок подвеска очень простая выносливая требует каких-либо вложений на пробеге 100 тысяч километров плюс амортизаторы ходят где-то 120 тысяч километров опять же есть единичные экземпляры которые ездят по хорошей дороге только дом работа работа дом и конечно же на таком автомобиле подвеска живет намного дольше то есть есть экземпляры с пробегом 150 и даже 200 тысяч километров но это единичный случай чтобы обслужить подвеску volvo s80 то есть передние рычаги с амортизаторами со стойками стабилизатора задние рычаги также с амортизаторами требуется порядка 80 100 тысяч рублей опять же в зависимости от комплектующих также эту стоимость можно уменьшить если взять более дешевые аналоги также на с 80 устанавливалась очень интересная подвеска под названием форси подвеска с изменяемой жесткостью есть три режима advance комфорт спорт эти режимы абсолютно непонятные на этом автомобиле при переключении этих режимов не чувствуется что машина становится много жестче или много мягче это абсолютно не та подвеска которая ставилась на volvo s60r там advance или комфорт имеют просто колоссальные отличия при этом стоимость одного амортизатора форси составляет 30 тысяч рублей и аналогов до сих пор нет тормозная система на volvo s80 обычная спереди и сзади однопоршневые тормоза тормозов хватает вдоволь этому автомобилю обслужить тормоза спереди заре то есть диски колодки поменять в круг стоит 24000 рублей можно стоимость уменьшить если взять аналогичные детали более дешевого производителя если с оригиналом то порядка 35 тысяч рублей внутри s80 находиться очень приятно места много но я например езжу только спереди практически постоянно за водительским сиденье на водительском сидении либо на переднем пассажирском спереди места хватает сиденье очень удобно и у volvo вообще самые удобные сиденье из всех автомобилей тысячи полторы тысячи километров за один присест можно проехать легко и усталости практически не чувствуется в этом автомобиле установлены и сиденье обычные кожаные только с обогревом также есть варианты дополнительной вентиляции также с массажем но это уже более дорогие версии типа экзегутив либо заказывались дополнительно на заказ также в с 80 устанавливалась опциональный люк в этом автомобиле люка нет это вообще единичные экземпляры этот автомобиль 2009 года здесь установлена низкая панель 2010 года произошел рестайлинг и соответственно вот эта центральная часть консоли немножко изменилась и также свое место здесь обрел большой дисплей на котором выводится климат-контроль а также радио и все настройки касаемо систем безопасности то есть система действий система отключения стабилизации и всех электрических помощников которые установлены в автомобиле дизайн внутреннего убранства volvo заострять на этом внимание я думаю не стоит все очень удобно и эргономично до всего можно дотянуться единственное что наверное до переднего бардачка стоит немножко больше вытянуться чтобы его открыть система климат-контроля здесь под рукой также здесь радио при этом мультифункциональный руль здесь у нас выведено управление радио также управление телефоном и под левой рукой это конечно же система круиз-контроль а сейчас переместимся на задний ряд сидений на заднем ряду в данный момент я сел сам за собой во мне сто восемьдесят четыре сантиметра ну конечно же еще кроссовки довольно на немаленькой подошве при этом в переднее сиденье я упираюсь коленями хотя сижу довольно глубоко и низко спинка заднего сиденья откинута довольно под хорошим углом сидишь не как на табуретке глубоко мягкая мягкая кожа хорошая для задних пассажиров здесь выведены воздуховоды от климат-контроля отдельного климат-контроля для задних пассажиров с 80 никогда не было и даже до заказать этого невозможно было дополнительно опционально подогрев для правого и левого сидения ну и в принципе если есть прикуриватель в данном автомобиле у нас 0 на просто заглушка volvo против курения volvo за здоровье и всегда пакет для курильщика заказывался отдельно маленькая ремарка на заднем сиденье сейчас я упираюсь коленями в передние сиденье из-за того что переднее сиденье очень сильно отодвинуто назад изначально когда я учился водить я приучил себя сидеть очень далеко от руля поэтому за мной задним пассажиром не всегда удобно но какая разница мне на задних пассажиров ведь я всегда езжу за водительским сидением мне это никогда не интересовало багажное отделение в с 80 довольно большое можно вдвоем отправиться в путешествие закинуть два больших чемодана или 4 большие наполненные сумки при этом еще можно откинуть спинки задних сидений и багажное отделение увеличится еще на половину салона и так volvo s80 платформы p3 хороший надежный автомобиль на дальнее расстояние просто великолепный держит дорогу просто идеально на обгонах мощности хватает до и более но конечно же если у вас будет 2 и 5 200 лошадиных сил я все-таки вам рекомендую его чипануть потому что 200 лошадей все-таки для нее маловато на мой взгляд это очень недооцененный автомобиль ведь если вы сравнивать его с конкурентом ни на одном другом за эти деньги вы не получите столько роскоши динамики и комфорта а еще надежность и конечно же безопасности ведь volvo всегда был есть и будет я думаю самым безопасным автомобилем в мире и новые volvo они стали еще более безопасными нежели эти при этом на вот именно этом автомобиле нам каде я въехал в заднюю часть mitsubishi lancer после этого lancer уехал к сожалению на эвакуаторе у него повело кузов он просто ну не железка к сожалению а я продолжил дальнейшее свое путешествие своим ходом стоимость этого автомобиля на автору сейчас начинается от 350 тысяч рублей то есть за 600 800 тысяч рублей вы можете найти volvo s80 года 10 12 это уже будет рестайлинговый автомобиль с большим значком на решетке радиатора с большой панелью то есть с экраном в очень хорошей комплектации с пробегом 100 150 тысяч километров я думаю это безумное сочетание цены и количество автомобиля которые вы получите а те кто хотят купить s80 в этом кузове но немного дешевле посмотрите до рестайлинговые модели до 2010 года то есть 2006 по 2009 в хорошем состоянии такие автомобили можно найти 450 500 тысяч рублей и требовать они будут вложений порядка 10 тысяч рублей то есть на первое техническое обслуживание и вы поедете радостный бороздить просторы москвы и помните что хорошенькую s80 следует подбирать только с профессионалами своему дела или если вы понимаете толк в этих автомобилях а если вам требуется помощь в подборе автомобиля вы можете смело обратиться ко мне и я вам помогу мои контакты будут в описании а с вами был игорь ландской канал volvo star ставь лайк этому видео напиши комментарий что тебе понравилось в этом автомобиле и купил бы ты себе его не забывайте что поделившись этим видео со своим другом вы поддерживаете наш канал также конечно же лайки ну и дружественные комментарии всем добра всем пока